Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выходы людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать, он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее. Вот как интересно получается. Вроде бы сижу я на фоне флага Российской Федерации, а происходящее здесь не имеет ни малейшего отношения к законам Российской Федерации. И это понимает вообще каждый человек. Вот этот полицейский, вот тот полицейский. Вообще все, кто здесь находится. Вот эта вот банда воров, которая просто 20 лет разглавляющую страну, она сказала мне, ну и в моем лице всем, кто отказывается молчать, что вот, значит, мы тебя пытались убить. Ты не умер, оскорбил нас этим. Поэтому мы тебя за это посадим. И сейчас придет женщина в черной манте, изображающая, что она судья. И отправит меня под арест, тоже понимая, что все это абсолютно и тотально незаконно. Но тут важно даже скорее подумать о том, почему они делают именно так, почему они посадили мой самолет в другом месте, почему они трусливо организовали вот этот вот процесс прямо в здании ОВД, почему они не пустили никого, почему все так срочно, почему никто не знал об этом суде. Ну, потому что у них рейтинги большие, или потому что они сильные. Да нет, потому что вот этот самый вороватый бункерный дед, он сидит и трясется от страха. Они же боятся, ровно поэтому так вот делают. Срочно, тайно, секретно. Так торопятся. Они боятся, и боятся они вас. Они боятся тех людей, которые могут перестать молчать, осознать свою силу и понять, ну, кто? Кто может им противостоять? Почему? Они задают себе вопрос, почему вся Россия внезапно подчиняется какому-то Путину, Сечину, этим Ротенбергам, сборищу какого-то жулья чудовищному? И как только мы это осознаем, выйдем на улицы. Все это просто перестанет раствориться. Мы же каждый день просто теряем возможности, которые дают нам настоящие. И каждый день мы теряем свое будущее. 20 лет уже подряд, 20 лет подряд мы становимся беднее, наша страна деградирует, наше образование все хуже, наше здравоохранение все более убого. Это никто не остановит, кроме нас самих. Поэтому я вас призываю, не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся.